Когда каждый балл может приблизить или отдалить светлое будущее? Первая волна ЕГЭ позади, но страсти не утихают. Школьники, которые остались недовольны результатами, штурмуют конфликтные комиссии и подают апелляции в попытке отстоять несколько баллов к итоговому результату. Это предметная комиссия по обществознанию. Сдавали его в регионе 2200 человек. Апелляции 31. Сравнивать, если прошлый год и нынешний год, то объем апелляций у нас остается приблизительно таким же, мне кажется, нынче даже поменьше. Ну и где-то в районе 20% апелляции могут удовлетворяться. В прошлом году результаты менялись как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Наверное, потому что могут и снизить баллы, и идут разбираться только абсолютно уверенные в своей правоте ученики. В комиссии два специалиста. Каждую работу они тщательно проверяют и аргументированно объясняют экс-школьнику, почему поставили определенные баллы. У каждого в личном кабинете его работа размещена, то есть он может ее увидеть и, соответственно, посмотреть, что как, по его мнению, объективно, не объективно было оценено и подать апелляцию. А наша конфликтная комиссия, ее задачей уже является разъяснение участнику ЕГЭ правоты, либо неправоты его мнения по тому или иному вопросу. Критерии оценки едины на всю страну. Их согласовывает Институт педагогических измерений. Работы закодированы и обезличены. Тем не менее, каждый год есть недовольные результатами. Возможно, причина в том, что, например, у предметов социогуманитарных знаний всегда есть возможность для дискуссии. Сдала я достаточно хорошо все экзамены, но по обществознанию набрала 85 и один балл. Не поняла, за что мне сняли. И вот решила сходить, чтобы мне объяснили, почему. В итоге мне объяснили, я поняла, почему. Ну да, не дали балл. Апеллянты могут поговорить с теми, кто проверял их работы, задать вопрос и уточнить позицию преподавателей, чтобы избежать субъективности. Полина готовилась к сдаче ЕГЭ по обществознанию полтора года. В итоге получила 86 баллов. Просмотрев работу, поняла, с экспертами не согласна. Позицию обосновала и получила очень хороший результат. Ей прибавили 6 баллов. Оценили. Не то, что неправильно, как-то некорректно оценили план, потому что за него поставили только один из четырех. Сейчас добавили еще два балла, получилось три из четырех. Но было все аргументировано очень хорошо. То есть я поняла все свои ошибки. Абсолютно все. Очень, говорили, структурировано. Указали, что не точно, за что могли бы повысить, за что бы не повысили сто процентов. Я уже шла подготовленной, потому что я знала, как можно аргументировать то, за что они зашли. Но все зашли на апелляции. При поступлении в ВУЗ играет роль общий балл за три экзамена. Поэтому, если есть шанс доказать правоту, им необходимо пользоваться. Даниле, например, прибавили два балла после апелляции. Обществознание, на самом деле, по сравнению с другими предметами, но, как по мне, оно достаточно субъективный предмет, потому что формулировок много, и мнений много, и последнее задание в Обществознании СССР, которое может раскрываться, высказывание, которое раскрываешь, оно может действительно раскрываться по-разному. Но кто-то видит так, кто-то по-другому. Но все равно эксперты, наверное, они не зря же эксперты, они знают, о чем они говорят. Поэтому, наверное, все все-таки правильно. Как оценили, так и оценили. По семи предметам уже прошли конфликтные комиссии. Было подано более 160 апелляций. Но это еще не все. Работа продолжается. Практика показывает, что больше всего обращений по обязательным предметам русскому и математике. Как правило, разъяснений ученикам хватает. Те, кто остался недоволен после апелляции, есть, но их единицы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.